Теперь мы готовы приступить к изучению так называемой темновой фазы. Я напомню, на чем мы остановились в прошлый раз. Во время световой стадии фотон возбудил электрон в молекуле хлорофила. Затем этот электрон в результате нескольких реакций понижает свое энергетическое состояние. Этот процесс протекает непосредственно в телокоидной мембране. Электрон возбуждается фотоном, а затем несколько раз понижает свое энергетическое состояние. В процессе этого происходят две вещи. Во-первых, высвободившаяся энергия используется для нагнетания протонов сквозь мембрану внутрь телокоида, где образуется их повышенная концентрация. Затем протоны вырываются наружу, проходя сквозь АТФ-синтазу, где вращают ее как турбину. Таким образом, АТФ-синтаза синтезирует молекулы АТФ. И, во-вторых, конечным акцептором этого возбужденного электрона является молекула НАТФ+. Таким образом, в результате световой фазы фотосинтеза образуются два продукта, которые будут использоваться позже, в следующих стадиях. Это АТФ и НАТФ-Аш. И есть еще один побочный продукт, появившийся в результате необходимости заменить возбудившийся электрон. Мы забираем его у воды, благодаря чему образуется молекулярный кислород, очень ценный побочный продукт этой реакции. И после того, как мы получили АТФ и НАТФ-Аш, мы готовы перейти к так называемой темновой фазе фотосинтеза. Я снова подчеркну. Несмотря на то, что эта стадия называется темновой, она протекает не ночью, а одновременно со световой фазой под солнечными лучами. Эта стадия называется темновой, поскольку не требует наличия света. Ее реакции светонезависимы, им не нужны фотоны. Им нужны только АТФ, НАТФ-Аш и углекислый газ. Давайте разберем эти реакции подробнее. Итак, у нас прошла фаза светозависимых реакций, и в результате этих реакций образовались молекулы АТФ и НАТФ-Аш. Кроме них нам понадобится углекислый газ из атмосферы. И все эти соединения используются для светонезависимой стадии. Назову ее так, поскольку термин «темновая» вводит в заблуждение. Запишем. Светонезависимая стадия. Механизм реакции светонезависимой стадии называется цикл Кальвина. В результате цикла Кальвина образуется новое соединение – 3ФГА, то есть глицеральдегид-3фосфат. Иногда это вещество называют фосфоглицеральдегид. Это та же самая молекула, просто под другим названием. Она представляет собой цепь из трех атомов углерода, соединенных с фосфатной группой. И эта молекула используется в дальнейшем для создания других углеводов. Если соединить две таких молекулы, получится глюкоза. Когда мы изучали гликолиз, то говорили, что на первой его стадии глюкоза как раз распадается на две молекулы фосфоглицеральдегида. У глюкозы шесть атомов углерода, а здесь три. Теперь давайте рассмотрим чуть более подробно, что же такое цикл Кальвина. Начнем мы с шести молекул углекислого газа. Они никак не связаны со светозависимой стадией. И сейчас я покажу, почему взял именно эти числа, хотя они и могут быть другими. Итак, возьмем шесть молекул СО2. Хотя я мог написать просто СО2, потому что меня сейчас интересует то, что случится с атомом углерода. И можно было просто изобразить один атом углерода, связанный с двумя атомами кислорода. Но удобнее будет взять именно шесть молекул углекислого газа. Давайте я желтым изображу отдельно углерод, без кислорода. И эти шесть молекул углекислого газа вступают в реакцию с шестью молекулами, которые обозначаются как РУБФ. Это сокращение от названия рибулоза-бисфосфат. Или еще это вещество называют рибулоза-1,5-бисфосфат. Откуда такое странное название? Дело в том, что РУБФ представляет собой цепочку из пяти атомов углерода, при этом первый и пятый атомы соединены с фосфатными группами. Рибулоза – это пятиуглеродный сахар, а бисфосфат означает, что к нему присоединены две фосфатные группы. Получается, рибулоза-1,5-бисфосфат, где числа 1 и 5 означают номера атомов углерода в цепочке, соединенных с фосфатными группами. Название большое и сложное, но по сути это цепь из пяти атомов углерода с двумя фосфатными группами. И эти молекулы вступают в реакцию с углекислым газом. Я сейчас сильно упрощу картину. В действительности эта реакция гораздо сложнее, но моя задача – рассказать вам основную идею. В результате этой реакции образуются 12 молекул 3-ФГА, 12 молекул глицеральдегид-3-фосфата. Как я уже говорил, у молекулы 3-ФГА, три атома углерода и одна фосфатная группа. И давайте убедимся, что мы правильно учли все атомы углерода и ни один не потеряли. Здесь у нас 12 молекул 3-ФГА, в каждой по три атома углерода, итого 36 атомов. А сколько их было изначально? 6-5 – это 30 плюс 6 атомов из углекислого газа. Да, все сходится. 36 атомов углерода образуют 12 молекул 3-ФГА. При этом электроны в молекулах 3-ФГА находятся в более высоком энергетическом состоянии, чем электроны в исходных молекулах. А значит, для этой реакции необходима внешняя энергия, самопроизвольно она не пойдет. И если у нас по 6 молекул реагентов, то энергия для этой реакции берется из 12 молекул АТФ по 2 молекулы АТФ на каждую молекулу углекислого газа и рибулоза без фосфата и из 12 молекул НАТФН. Они превращаются в 12 молекул АДФ плюс 12 фосфатных групп и 12 молекул НАТФ+. Молекулы НАТФН являются источником энергии, поскольку электроны в связи с водородом находятся в более высоком энергетическом состоянии. Когда электрон понижает энергетическое состояние, высвободившаяся энергия помогает течению реакции, аналогично с молекулами АТФ. Электроны в связях с фосфатными группами также находятся в очень высоком энергетическом состоянии. И когда связь рвется, они переходят в более низкое энергетическое состояние, а высвободившаяся энергия также помогает течению реакции. И в результате образуются 12 молекул 3ФГА. Вы спросите, почему этот процесс называется циклом Кальвина? Если помните, мы с вами изучали цикл Крепса и знаем, что цикл – это процесс, в котором продукты реакции используются повторно. Так вот, эта стадия фотосинтеза называется циклом Кальвина, потому что часть получившихся молекул 3ФГА используется повторно. Из 12 получившихся молекул 3ФГА, то есть фосфоглицеральдегида, 10 уйдут на пополнение запасов рибулоза без фосфата. И все цифры снова сходятся. Здесь у нас 10 трехуглеродных молекул, то есть 30 атомов углерода, а здесь 6 пятиуглеродных, то есть те же 30 атомов углерода. Но для такой реакции снова потребуется энергия, которая будет получена из 6 молекул АТФ. В этих молекулах разорвется связь с фосфатной группой, электроны перейдут в более низкое энергетическое состояние. И получившаяся энергия будет использована для создания молекул рибулоза без фосфата. При этом молекулы АТФ превратятся в молекулы АДФ. Отделившиеся от АТФ фосфатные группы частично будут использованы для синтеза РУБФ и останутся 4 лишние фосфатные группы. Так что, как видите, это действительно цикл. Но мы использовали не все молекулы 3ФГА. А всего 10 из 12. Таким образом, еще 2 молекулы у нас остались. Я специально поставил коэффициенты. Шестерки, чтобы получилось 12 молекул 3ФГА, из которых 2 останутся. И эти 2 оставшиеся молекулы 3ФГА используются для синтеза глюкозы. Глюкоза состоит из 6 атомов углерода. Ее формула, как мы уже видели раньше, С6Н12О6. Но тут важно понимать, что из 3ФГА не обязательно синтезируется именно глюкоза. Это может быть любой другой сахар или крахмал. Практически любая молекула с углеродным скелетом. Вот в чем заключается темновая стадия фотосинтеза. Мы берем побочные продукты светозависимой стадии, АТФ и надФН. Также нам потребуется еще несколько молекул АТФ, и используем их для связывания углерода. Этот процесс называется связыванием углерода. Когда из газа берется углерод и используется для создания твердых соединений, такие реакции называются связыванием или фиксацией углерода. Таким образом, суть цикла кальвина в связывании углерода при помощи энергии, полученной от побочных продуктов светозависимых реакций. Почему он называется циклом? Потому что часть продуктов используется для синтеза глюкозы или других углеводов, а основная часть продуктов идет на повторное использование. Они преобразуются в рибулоза-бисфосфат, который затем вновь вступит в реакцию с углекислым газом, и цикл снова повторится. Вы спросите, а где же протекают все эти реакции? Так вот, цикл кальвина протекает в строме. Строма – это жидкость внутри хлоропласта, но снаружи телокоида, и светонезависимая стадия фотосинтеза протекает именно в ней. Причем помощниками в этом цикле выступают не только АТФ и НАТФХ, кроме них есть еще один фермент довольно небольшого размера. Этот фермент выступает катализатором реакции между углекислым газом и рибулоза-бисфосфатом. Он, по сути, подталкивает их друг к другу и помогает атомам соединиться нужным образом. Фермент этот сокращенно называется рубиско и расшифровывается как рибулоза-бисфосфат-карбоксилаза-оксигеназа. Вот здесь на рисунке изображена схема рубиско. Как видите, это довольно сложная молекула. Рибулоза-бисфосфат прикрепляется к ней в одной точке, углекислый газ – в другой. Я точно не знаю, правда, в какой именно. Затем фермент меняет свою структуру и соединяет эти молекулы определенным образом, помогая им вступить в реакцию. То есть это еще один помощник в стадии цикла Кальвина. Ранее я говорил вам, что аббревиатурой РУБФ обозначается рибулоза-бисфосфат. Так вот, рубиско расшифровывается как рибулоза-бисфосфат-карбоксилаза. Иногда добавляют оксигеназа. Я не буду записывать это длинное и сложное слово. Но суть его в том, что это белок, помогающий соединять рибулоза-1,5-бисфосфат с углеродом. На этом фотосинтез закончился. В самом начале процесса мы при помощи фотонов и воды получили АТФ и НАТФАЖ. Фотон возбудил электрон, затем химиосмос физически запустил АТФ-синтазу для синтеза АТФ. Молекула НАТФАЖ стала конечным получателем изначально возбужденного электрона. И далее они используются в качестве топлива в цикле Кальвина, в темновой стадии фотосинтеза. Затем мы берем АТФ и НАТФАЖ и используем их в качестве топлива для того, чтобы связать углерод из углекислого газа при помощи фермента рубиска в процессе цикла Кальвина. В результате получается фосфоглицеральдегид, который также называют глицеральдегид-трифосфатом. И дальше он используется для синтеза глюкозы, которую мы впоследствии используем в качестве топлива для нашего организма. Или, как мы помним, в процессе клеточного дыхания, при необходимости, глюкоза может использоваться для создания новых молекул АТФ. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Субтитры создавал DimaTorzok